Друзья, всем большой привет! С вами Елена Вал. И вы пришли в правильном направлении, потому что я уже более пяти лет веду свой YouTube канал для того, чтобы вы находили новые ароматы, знакомились с миром парфюмерии. И вообще мы здесь общаемся исключительно про парфюмерию, какие ароматы стоит покупать, про какие стоит забыть и ищем что-то интересненькое обязательно. По традиции хочу начать это видео с того, чтобы вы мне написали в комментариях, какой сейчас на вас аромат. Это очень важно, потому что это помогает расширить кругозор каждого, кто заходит и смотрит это видео. Итак, первая новинка с финиковым, с ливовым терпко, таким плотным, восточным направлением. Вот сказала, да. Ну короче, такой, знаете, вкусный аромат, который не свойственный этому бренду. Это аромат Алула от бренда Пенхаллиганс. И вот что происходит. Бренд Пенхаллиганс, он вроде бы в традициях своего бренда, это такая, знаете, британская аристократия. Бренд стремится такую, знаете, уникальность свою сохранить. А тут они создают совсем не похожий на себя парфюм. Это восточное направление. И сразу скажу, что аромат неплохой. Открывается аромат, знаете, таким приятным, черным, свойственным восточной парфюмерии перцем. Ладом, гватемальский кардамон. Красиво слива есть в сочетании с шафраном и табаком. Я ее слышу, наверное, больше всего. И эта слива немножко превращается в такой мягкий финик. Хотя фиников здесь не заявлено. Также ваниль и куркума. Я бы его не купила, но я бы его затестировала только с чисто изуважения к этому бренду. Потому что, если честно, аромат, он создан красиво, благородно и качественно. Но другое дело само звучание парфюма. Я считаю, что оно не уникальное и почему-то не похоже на стиль самого бренда. Только посмотрите на эти красивые розы. Один из самых популярных винтажных принтов того времени. И еще один бренд, который любит немножко такой, знаете, винтажный исторический бэкграунд. Это бренд Parfums de Marley. Очень мне нравится Parfum Delina. И тут я смотрю, вот такой флакон вышел. Оказалось, это совсем не новинка, а просто лимитированная коллекция самого аромата. Чтобы снова приковать наше с вами внимание, ну эдакой маркетинг, да. Чтобы мы с вами снова купили этот прекрасный розовый флакончик. Но уже, например, с розочками. Что мне нравится в этом аромате? То, что здесь роза. Она как бы вроде бы и винтажная, но в то же время легкая, женственная. Парфюм такой прям хочется в него нырнуть, заблудиться в нем и, знаете, заходить в этот аромат какой-нибудь кухаркой. Знаете, обычная такая домохозяйка. А выходишь из этого парфюма, это совсем уже другая трансляция. Ты такая уже королева. Ты знаешь себе цену. То есть он моментально приносит в имидж твой дороговизну, роскошь, самооценку. Удивительный аромат, который, я считаю, должен быть у каждой девушки, которая любит именно вот такую трансляцию, такой стиль в ароматах. Испанцы, испанцы, испанцы. Ну вот создать такой базовый аромат, это еще нужно постараться. Потому что в Испании обычно ароматы это просто разнообразие нот. Хотя, знаете, в этом аромате от бренда 2787 Perse, как бы для себя, действительно, действительно можно сказать, что обилие нот, но базовых. Этот аромат сейчас в тренде. О нем очень много говорят. Говорят, что он прям, ну короче, очень на него сейчас обратили внимание. Мне кажется, что опять дело в маркетинге. Но чем он мне нравится? Тем, что это, вы знаете, удачные версии базовых парфюмов, которые воплотили в этом флаконе. Он моментально мне напомнил. И один из моих любимых базовых ароматов, который я не считаю суперинтересным, но как для тех, кто любит базу, чистоту, какое-то приглушенное звучание. То, например, Вильгельм Парфюмери Рум Сервис, это напоминает мне этот аромат. Также у Байреда есть прям раз, два, три парфюма, которые напоминают его. Также что-то есть от Джо Меллоун. Ну, в общем, это такой, знаете, вот запах не как будто вы из душа, а просто вот какой-то чистой, сухой одежды. Классно выстиранный, из прачечной. Но нет аромата порошка. Здесь мне больше вот есть аромат чистой бумаги, вот свежего, свежей прессы, бамбук, альдегиды. Все это очень интересно, горьковато, солоновато, чисто звучит на вас. Он действительно, ну, то есть со своей какой-то концепцией. И как бы я оценила эту новинку, ну, скорее бы и да, я его бы купила как альтернатива для тех, кто уже, кому надоел Байреда, кто хочет какой-то базовый универсальный флакон. То, я думаю, почему бы и нет. А вот и моя вариация базовых ароматов. Вот что я люблю покупать себе в базу. Да вот, еще одна новинка от действительно уважаемого бренда. Вот здесь уже, если вы любите такие ароматы, как Заркопарфюм розовая молекула 090, 09, 070, 07, то здесь очень красиво опять-таки альдегиды сочетаются с озоновостью, с персиком. Как это вкусно! В общем, это действительно очень женственно, красиво. Я очень люблю вот эту альдегидную кислинку, которая присутствует. Очень красиво аромат переливается. То есть, вы такая сразу яркая, летняя. Сразу это какая-то, знаете, вечеринка. Какое-то флиртовое настроение. Но нет вот этой, знаете, простоты. Все очень роскошно. Все очень... Вот прям записываю его в свои хотелки, потому что, наверное, вот такие ароматы, это прям мое второе я. Вот такая концепция. Когда вот сочетание такой фруктовости с игристым персикой. Вот это, наверное, мое парфюмерное я. Потому что я люблю такие ароматы. И с удовольствием советую моим женственным, прекрасным зрительницам. Ну, цена, правда, кусается. Ну, да ладно, сколько-то жизни. Ну, в общем, аромат стоит, чтобы вы его затестировали. Потому что он красивый. Я знаю, что он понравится многим. И это будет бестселлер. Уверяю. Честно сказать, просто обожаю фиолетовые флаконы. И сразу, если бы можно было покупать, не тестировав фиолетовый флакон, то этот флакон прям мой любимый цвет фиолетового. Красивый оттенок. И Queen of Silk от бренда Creed. Это еще одна новинка, которую я затестировала. И очень спешу с вами поделиться впечатлениями. Итак, визуально куплю. Сами видите, ну, просто невероятной красоты. Крит, как всегда, постарался. Единственное, что аромат создан так, как будто его совсем не создавал бренд Creed. То есть от уникальности, да, вот этой ДНК бренда ничего не осталось. И опять-таки, проанализировав с точки зрения человека, который много тестирует ароматов и смотрит новости, я вижу, что вот эта тенденция, коммерческая тенденция, потому что сейчас покупательская способность именно на восточном ориентире больше. То есть восточные ароматы бренда, я так понимаю, создают, потому что эти ароматы действительно хорошо продаются. Как оказывается, тренд такой, что сейчас люди покупают больше именно вот такого направления парфюмерии, чтобы шлейфить, чтобы выделяться, чтобы вот этой своей специальностью накрыть всех окружающих. Ну, вот так оно есть. Поэтому я думаю, что бренд Creed тоже создал такой парфюм. Что касается самого аромата, это красиво, это стильно. Единственное, что, опять-таки, это такой микс с разных-разных восточных ароматов, которые воплотили в этом флаконе. Он приятный, спасибо большое, крит, что это не какой-то ядреный, знаете, вот это вот, когда распыляешь вот эти вот все арабские парфюмы, ничего не имею против, но просто когда вот делаешь пшик, весь магазин лежит. Вот этого я не люблю, потому что это слишком. This is too much. Поэтому давайте заглянем, что там в самом аромате. И хочу вот поделиться тоже впечатлениями, как он развивается, что слышно. Queen of Silk это шафран с просто пьянящим, приятным, мягким осамантусом, магнолией. Очень, знаете, приятное сочетание маракуйя и тубероза. То есть тубероза такая, знаете, сразу интенсивная, но маракуйя ее как бы немножко окисляет, оттеняет. И вот за счет этого и держится баланс этого аромата. Конечно же, уд, пачули, ваниль мадагаскарская, как же без нее в таких восточных ароматах. Амбрексан, мира, кедр с мускусом тоже, то, что я очень люблю в сочетании. Ну и, конечно, благовоние. Аромат получается действительно мягким, красивым восточным парфюмом, который очень сдержанно, деликатно будет с вами присутствовать очень и очень долго. Но в целом, если подумать, то я не сильно прям при впечатлении. Да, красив, да, приятен. Наверняка просто это прям не совсем мое направление, и я его не совсем оценила. Но я уверена, что любители именно вот таких восточных парфюмов, которые сделаны дорого, люди, которые ценят не выпирающие ноты, а очень плавное, гармоничное сочетание в единой какой-то концепции, то я думаю, что вы просто побежите его покупать, и это будет 100% ваш. Жду ваших оценок этого аромата в комментариях. Просто, да, будет интересно узнать, какие у вас впечатления о нем. Ну что, друзья, вот такой сегодня экспресс-обзор новинок, который я недавно затестировала, поделилась с вами впечатлениями, буду рада с вами дружить. Подписывайтесь на мой канал, обязательно смотрите короткие видео, в которых я больше рассказываю про какой-то конкретный парфюм, больше уделяю внимание новинкам, и вообще просто бегу в магазин и смотреть, что интересного получилось, выявилось, презентовали, для того, чтобы сразу поделиться с вами впечатлениями. Ну что, желаю вам ароматного мира и до встречи на моем канале!